Экс-глава города Владимир Быков просит оправдать его и отменить приговор суда за взятки, где завтра отметит день рождения бывший градоначальник в СИЗО или дома. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давича». Меня зовут Дмитрий Житарчук. Здравствуйте. Был пьяным и разыграл настоящий спектакль, чтобы уйти от ответственности. Бывший глава одного из сельских поселений Налинского района осужден за заведомо ложный донос. В Кирове появился первый светофор с бело-лунным сигналом. Что это за устройство и для кого оно предназначено? Требования к таксопаркам и водителям изменятся. Правительство внесло в Госдуму законопроект о правилах работы такси, отчего не хватает службам такси, по мнению кировчан. Велосипед стомался в пути или нужно подкачать колесом, поможет вело-питстоп. В Кирове появились станции техобслуживания для двухколесного транспорта. В спортивном костюме и за решеткой экс-глава города Владимир Быков сегодня участвовал в заседании суда дистанционно из камеры СИЗО. Областной суд начал рассматривать апелляцию по делу о взятках. Защита Быкова просит оправдать его и отменить вердикт суда. Напомню, экс-градоначальника приговорили к восьми годам колонии. Чем завершился процесс и в каком еще резонансном деле сегодня поставлена точка. Судебная хроника в материале Ульяны Издаковой. Я убежден в своей невиновности. Осужденный на восемь лет колонии строгого режима, экс-глава города Владимир Быков выступил в областном суде. Его адвокаты подали апелляцию на решение Первомайского суда. Напомню, Быкова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Примечательно, что свою позицию Быков высказывал из следственного изолятора. Оттуда велась видеотрансляция. Попытка следствия и стороны обвинения возложить на меня функции администрации и возложить дачи указаний неподчиненных мне сотрудников неоснованно на законе. Мы в городе подчиняли 24 сотрудника аппарата Думы. Кстати, апелляцию подала и прокуратура. Прокурор Сергей Богданов попросил суд добавить Быкову к уже назначенному сроку еще 8 лет колонии строгого режима и штраф 15 миллионов рублей. В остальной части приговор в отношении Быкова в части его осуждения по части 6 ст. 290 уголовного рубца по факту получения взятки от Нелюбина в размере 7 миллионов 800 тысяч рублей оставить без изменения. Приговор Первомайского суда 9 марта 2022 года в отношении Быкова Владимира Васильевича в части его оправдания отменить, направить уголовное дело в данной части уголовного судебного рассмотрения в тот же суд в ином составе суда. Сегодня же в апелляционном суде рассматривалось громкое дело о свинке Пепе. Напомню, британская фирма подала в суд на вятского бизнесмена за то, что тот якобы нарушил исключительные права на товарный знак и изображение свинки. Адвокат ответчика настаивал на том, что игрушка, которую продавал вятский бизнесмен, не похожа на оригинал. Цитата, эта игрушка скорее бегемот, а не Пепа. На мой вкус, уважаемый суд, так это скорее бегемот, а не свинка Пепа. В охраняемом товарном знаке изображение персонажа черно-белое с руками и ногами в виде черных полос. Между тем, у изображения персонажа на вещественном доказательстве исследуемом ноги и руки выполнены иначе. Они имеют объем. Также отсутствует хвост. Впрочем, апелляционный суд все-таки встал на сторону британца и оштрафовал вятского бизнесмена на 30 тысяч рублей. Однако сторона ответчика с таким решением не согласилась. Олег Кассин заявил, что они будут бороться дальше. Ну просто мы не понимаем, с кем мы боремся. Как они будут вот те деньги, которые решил суд в их пользу взыскать, да, как они будут перечислять иностранному своему партнеру, доверителю. По указу президента это невозможно. Когда состоится заседание Кассационного суда в Москве по свинке Пепе пока непонятно. А вот апелляционный приговор по делу Быкова вынесут уже завтра. Кстати, 22 июня у Быкова день рождения ему исполняется 69 лет. Ждет ли экс-градоначальника подарок в виде оправдательного приговора? Узнаем завтра. Ульяна Издакова, Александр Брызгалов, Александр Нестеров. Бюро новостей Давича. Осужден и уволен за заведомо ложный донос об угоне автомобиля. В прокуратуре Кировской области сообщили, что 28 сентября прошлого года 47-летний бывший глава одного из сельских поселений Налинского района сел за руль пьяным и не справился с управлением. Машина улетела в кювет. Чтобы избежать ответственности, мужчина сообщил сотрудникам полиции о своей непричастности к ДТП, утверждая, что его автомобиль угнали. Эти данные не нашли своего подтверждения. По результатам рассмотрения материалов уголовного дела, суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Налинского района, признал бывшую главу сельского поселения виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Кировской области Сигнал будет напоминать водителям о необходимости уступать дорогу пешеходам при повороте направо. А пешеходы смогут пересекать проезжую часть при движении транспорта в одном направлении. И это будет выглядеть примерно так. Сигнал разрешит водителям поворачивать направо в то время, когда пешеходы переходят дорогу. Новая секция исключит фазу работы светофора, когда для машин загорается красный, а для пешеходов зеленый, поясняют в ГИБДД. Таким образом, время ожидания разрешающего сигнала сократится, а пропускная способность участка увеличится. Дополнительная секция белолунного цвета информирует водителей, что при повороте направо необходимо предоставить преимущество. То есть пешеходы не будут стоять и ждать, пока автомобили проедут. То есть наравне с автомобилями переходят проезжую часть. Как старые режимы светофоров, которые раньше были. Между тем, такие светофоры уже давно есть в других городах. И не везде они работают в плюс. По словам активиста из Пскова Николая Мелькова, белолунный сигнал часто путает водителей и не улучшает дорожную обстановку. По сути, очередная нагрузка на бюджет, потому что это не только нужно восстановить, ее нужно обслуживать и содержать. А содержание и обслуживание требует денег, которые требуют каждый день. Это электричество, это помыть, почистить, проверить, чтобы лампочки работали. Как она спасает аварию, никому не ясно. Даже мы на некоторых перекосках замечали те же самые аварии с пешеходами. Заработают ли обновленные светофоры в Кирове на перекрестке Щерса и производственной станет ясно по итогам ежедневного мониторинга. Планируется, что оборудование пока будет работать в тестовом режиме. Затем представители ГИБДД и администрации примут решение о целесообразности новинки. Ольга Мартынова, Никита Луковников, Бюро новостей Давича. Самозанятость в такси, тарифы и поведение водителей. Сегодня в общественной палате России прошли нулевое чтение нового законопроекта о такси. Документ разработало Министерство транспорта. Помимо вышеперечисленного, законопроект предусматривает регулирование ответственности служб заказа такси за реальный ущерб, причиненный пассажирам и багажу в результате ДТП. А также создание реестра перевозчиков, доступ к информации служб заказа для ФСБ, создание федеральной информационной системы легкового такси. Кроме того, предусматривается господдержка для такси-перевозящих инвалидов. Мы решили узнать у Кировчана, что бы они изменили в работе такси. Большинство, 38%, считают, что цены за поездки слишком высоки и их необходимо снизить. 21% за вежливых сотрудников. 17% голосов опрошенные отдали за желание видеть в кресле водителя такси-квалифицированного специалиста. А какие предложения высказали кировчане на улице, узнаем из рубрики «Мобильный журналист». В работе такси грядут изменения. Сегодня во Всероссийской палате России рассматривают новый законопроект на эту тему. А что бы кировчане хотели изменить в работе службы такси? Давайте узнаем прямо сейчас. Чтобы побыстрее приезжали, потому что получается, что я такси так же долго иногда жду, как и автобус. Да вроде бы все, меня так-то все устраивает. И чтобы не разговаривали с людьми. Мне очень не нравится, когда со мной разговаривают. Поздражает. Единственное, что сейчас по времени стал вызов, мы не пользуемся вот этими «Яндекс», чисто по телефону вызываем. Ну то есть вот с каким-то негативом я не сталкивалась ни разу, поэтому в принципе у меня таких нареканий к ним нет. Я жалуюсь на цены в час пик. А сколько вот, давай какой-то пример приведем. Ну допустим, вот, когда час пик, может быть 200-300 рублей, поэтому вообще ни в какие ворота не лезет. Ну честно говоря, меня все устраивает. Всегда все хорошо. Ну как-то мне попадаются очень хорошие таксисты. Хорошая машина. Везут правильно, встречают на том месте. Довозят до того места. Меня все устраивает. Были всегда подпольные частники. Они были всегда. Никаким законодательством это не регулировано. И они и сегодня, скорее всего, присутствуют. Но чрезвычайно маленькое количество. Так что самозанятым необходимо просто разрешить участвовать в этой сфере услуг. Хотите оставить свое мнение, тогда прямо сейчас переходите в наши соцсети ВКонтакте, в Одноклассниках, а также в Телеграм-канал Девятки ТВ. Голосуйте, оставляйте свое мнение и ничего не пропустите. У нас очень много интересного. В Кирове приступили к строительству улицы 8 марта. На Зеленино завершается перекладка коммуникаций для обустройства ливневки. Об этом сообщили в администрации города. Обе улицы строят по нацпроекту безопасные качественные дороги. По проекту на Зеленино и 8 марта появится дорога длиной 750 метров. Тротуары освещения, ливневая канализация. Для выполнения полного объема работ завезены все необходимые материалы. Это позволит строить новые улицы непрерывно. В соответствии с графиком, отметили в мэрии, комплексное благоустройство завершат в октябре этого года. Улица 8 марта, перекладка сетей на данный момент заканчивается. Выполнено более 95% перекладки. По дорожной части придется устройство на сапе земляного полотна. Производим отсыпку песка до проектных отметок, после чего пойдет устройство слоев дорожной одежды. Кировчане пожаловались, полиция отреагировала. Сотрудники УМВД вместе с народными дружинниками пресекли незаконную продажу алкоголя. Из оборота изъято несколько литров горячительного на сумму более 100 тысяч рублей. Речь в частности идет о заведении на улице Пристонской в Кирове. Там продавали алкоголь без лицензии. По данным фактам составлены два административных протокола по статье 14.2 и 14.17 прим. 1. Штрафные санкции по данной статье составляют от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, сотрудниками полиции сдокументированы два факта по статье 6.11 занятия проституцией. По данным фактам составлены протоколы, материалы направлены в суд. Собирайтесь завтра в центр города, ищите пути объезда. Некоторые улицы будут перекрыты. Об этом я не только расскажу во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича», и мы продолжаем. В Кирове перекроют дороги. Это связано с проведением мероприятия у Вечного огня. 22 июня утром у мемориального комплекса соберутся ветераны, труженики тыла, представители власти и силовых структур. Они почтят память погибших в Великой Отечественной войне. Владельцам личного автотранспорта придется учесть эту информацию и потесниться уже сегодня. С 7 часов вечера вторника будет нельзя припарковаться на улице Московской от Казанской до набережной Грина и на Динамовском проезде. А в среду, 22 июня, лучше поискать пути для объезда. Эти участки будут перекрыты с самого утра и до завершения мероприятия. Продвигать кировские бренды – такое поручение дал в Рио губернатор Кировской области Александр Соколов. Речь идет о поощрении людей, которые проявили себя в этой отрасли – мастеров, хранителей традиций. Участие в выездных выставках, конкурсы мастерства – как варианты. Что с промыслами вятки сейчас и как ситуацию можно исправить? Смотрите в нашем интервью. Где промыслы, а где бренды, как им помочь и как в этом могут поучаствовать все жители Кировской области? Об этом мы сегодня поговорим с председателем правления некоммерческого партнерства Народной художественной промыслы и ремесла вятки Алексеем Анатольевичем Корюкаевым. Разговор о промыслах, он всегда как-то со вздохом, с какой-то грустью, что все-таки все меньше мастериц, все меньше мастерских. Как вы в целом оцениваете эту отрасль на сейчас в регионе? У промыслов очень непростая ситуация, но в то же время у нас в области сохранилось более 10 промыслов. Для России, скажем, это довольно уникальная ситуация. Кроме знаменитой нашей дымковской игрушки, за пределами Кировской области известны и вятская керамика, и вятская корзина, каповая шкатулка, кукарская кружева, вятская матрешка. Насколько жителей региона вот сейчас заняты промыслом? Сколько у нас мастеров, мастериц? В целом, мне кажется, не более 2000 народу человек занимаются, если вообще всех собрать. Это большое сокращение за последние годы? Очень большое. Сколько раньше, например, было? Более 5000 человек точно занималось. Это еще буквально лет 6 назад. А почему? Зарплата? И зарплата в том числе. Сколько они получают? Средняя зарплата, наверное, под предприятием Кировской области, не больше, наверное, 20 тысяч. Это в лучшем случае где-то и меньше. Тот шедевр, который выходит из под рук мастера, его теплота рук, которая передается этому изделию, тот талант, который он вкладывает, я понимаю, что он стоит очень дорого. Но, к сожалению, спрос на эти изделия у нас не совсем, не всегда стабильный. Наверное, то, что вот как раз и говорил Александр Соколов, то, что надо выводить это на экспорт или куда-то на выставки, возможно, в других местах, есть люди, которые готовы. Не всегда это работает. Почему? Потому что все-таки в Удмуртии условно или там в Екатеринбурге не поедут покупать вятские промыслы. Но в то же время себя показывать нужно. Очень была хорошая практика, когда мы коллективными стендами, нас область вывозила на такие статусные выставки. Надо это снова сделать. Это нужно возрождать, это действительно работает, особенно по отношению к промыслам. Как вы считаете, а вот мы, каждый кировчанин, он может что-то сделать для того, чтобы как-то помочь? Я бы просто рекомендовал каждому жителю Кировской области, в том числе, кстати говоря, и нашим чиновникам, которые дарят гостям какие-то подарки. Одна маленькая матрешечка стоит очень недорого. Но если это будет в комплексном подарке присутствовать, поверьте, что это будет реальная поддержка нашему промыслу, такому как вятский сувенир, в частности. Итак, с нами был председатель правления некоммерческого партнерства Народной художественной промыслы и ремесла вятки Алексей Анатольевич Корюкаев. И не забудьте купить матрешечку. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Соколов продолжает рабочие поездки по районам области. Накануне побывал в Кирово-Чепецке, посетил в том числе филиал компании «Уралхим». Что впечатлило главу региона, подробности в сюжете. Инструктаж по технике безопасности прежде всего здесь так принято. Рабочий, чиновник, неважно. По территории промышленных объектов Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим» можно передвигаться только в Каске. Не исключение и в Рио губернатора Александр Соколов. Началась экскурсия по площадкам предприятия с учебного центра. Здесь специалисты в том числе повышают квалификацию под наставничеством опытных работников. То есть у вас проходит ученик, специалист, наставник, да, то есть вот в стадии? Примерно так? Примерно так, да. Примерно так, потому что у нас кадровый состав многолики, то есть очень много профессий на предприятии. У нас столько аппаратчиков, 33 разновидности. Далее экскурсия по цехам предприятия. Здесь, к примеру, производят аммиак. Как говорят работники Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим», это сердце завода. Главе региона рассказывают, производство аммиака очень сложное, но все под контролем настоящих профи. С любым специалистом Александр Соколов мог пообщаться лично. Сколько лет вы уже отработали? Немного. Порядка 18 лет. Ну это, чем еще молодой. Ну, на самом деле, очень сложно подготовить нормального мячника. Вот, чтобы начальника смены подготовить, это надо 6-7 лет, чтобы он прошел все стадии. А у вас здесь еще, наверное, 12-я, не так как-то работают? В Рио губернатору Александру Соколову во время экскурсии по предприятию постарались показать все основные производственные площадки, в том числе и цех упаковки. Рассказали, что производство минеральных удобрений достигает 2,5 миллионов тонн в год готовой продукции. Удается этого достичь в том числе благодаря модернизации оборудования. Одно из интересных мест – это наше РМЗ, где практически от, скажем, качества и ремонтов, и арматуры, и всего другого технологического оборудования вообще зависит стабильная работа всего предприятия. Поэтому вот такая была интересная экскурсия, я думаю. И глава региона это подтвердил. Масштаб производства, техника, люди – все это вкупе впечатляет, отметил Александр Соколов уже после экскурсии. Грандиозно, потому что я первый раз на предприятии такого профиля и такого уровня. Впечатлений масса, современное технологичное производство. Очень квалифицированные рабочие инженерные кадры. Постоянно предприятие занимается их повышением квалификации. Видно, что коллектив здесь работает, не просто отдельно взятые люди, а именно коллектив, который гордится своим предприятием, гордится своим городом. Я думаю, что не зря «Уралхим» – это флагман кировской индустрии. Компания также участвует в решении социальных задач на территории Кировской области. В рамках экономического форума в Санкт-Петербурге с руководством региона было подписано соглашение о сотрудничестве в области социальной политики. Соглашение дает возможность для реализации программ и проектов в сфере социальной защиты и занятости, развитии транспортной инфраструктуры, образования, культуры и молодежной политики, массового спорта, охраны окружающей среды. Сдулось колесо – ищи пит-стоп. В Кирове появились бесплатные мини-станции по ремонту велосипедов. На них можно накачать колеса и закрутить болты. Поставили точки в разных частях города, и у каждой есть свой хозяин. Это организация или заведения поблизости, которые и следят за порядком на станции. Одну из них в деле опробовала Елена Шарыгина. Больше не нужно возить с собой насос для велосипеда. Теперь накачать колеса можно прямо в городе. На улицах установили бесплатный сервис станции для велотранспорта. Можно затянуть гайки и на самокате, и на детской коляске. Удобно, признаются велосипедисты. К примеру, Юрий Сенников и колеса накачал, и ходовые части подтянул. Вело-пит-стопы нужны нам в городе, потому что бывает, что катаешься, и что-нибудь случилось, раскрутилось или колесо подспустило. И очень удобно, когда по городу есть такие станции, можно воспользоваться, не тащиться до дома, до гаража своего. На кировских дорогах и тротуарах мелкий ремонт может потребоваться в любой момент, говорят велосипедисты. И это подтверждают отзывы. Первый пит-стоп поставили полтора месяца назад, и кировчане уже оценили новинку. Уже установлено, точно не помню, около 18 штук. Еще установим порядка пяти-семи изделий. Во-первых, они должны быть в разных частях. Во-вторых, точки должны быть в людных местах, потому что одна из целей – это обратить внимание на велосипедистов. И, естественно, в этих местах должен быть какой-то велосипедный трафик. Своим проектом велосипедисты хотели привлечь внимание к велоспорту, чтобы двухколесный транспорт развивался, появлялись новые места для езды. И чтобы люди, покупая или арендуя велосипеды, знали, что они в этом городе не одни. Предположим, я каталась по городу, и у меня спустило колесо. А тут как раз пит-стоп. Сейчас мы проверим, смогу ли я подкачать колесо самостоятельно. Так, в первую очередь нужно поднять велосипед и зацепить его за сиденье вот так. Дальше достаем насос. Откручиваем колпачок. Ну все, колесо мы накачали. Теперь снимаем велосипед. И все, колесо накачано, можно ехать дальше. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов. Бюро новостей. Оперативно следить за новостями можно и в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Шторчук. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин